Как правильно выделить долю детям? Рассмотрим типичную ситуацию. Как же правильно подарить детям долю без нотариуса? Везде разные ответы, противоречащие друг другу. Квартира куплена в ипотеку с использованием мат-капитала. Квартира оформлена на жену и мужа по одной-второй доле. У них есть долговое обязательство, что после снятия обременения квартиры родители обязаны выделить детям доли. Обременение снято. Супруги хотят поделить квартиру поровну на мужа, жену и двоих детей. Как правильно это сделать? Об этом расскажу я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Согласно действующему законодательству, выделить долю возможно двумя доступными способами. Первый способ. Подписать соглашение о распределении долей. Второй. Оформить дарственную, то есть договор дарения. У родителей собственников есть полгода на оформление соответствующих документов и их регистрацию. Соглашение и дарственное подлежат нотариальному заверению. Если детям передается только часть долей родителей, все доли прописанные в соглашении являются идеальными. То есть указывается именно доля от целого жилого объекта, передаваемая в собственность, а не площадь в квадратных метрах. Например, 1,4, либо 1,12 и так далее. С 1 августа 2019 года законодательство Российской Федерации изменилось. Это касается отчуждения всего объекта, целиком квартиры. Когда жена дарит вместе с мужем целую квартиру по долям детям, не потребуется обязательно нотариального заверения сделки. Вам необходимо зарегистрировать переход права собственности в Росреестре, предоставить копию выписки из ЕГРН с указанием долей в пенсионный фонд для подтверждения исполнения вашего обязательства. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать счастья, здоровья, удачных и безопасных сделок в 2020 году. С вас лайк и подпишитесь, чтобы не пропустить следующие интересные видео. До новых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok